Всем привет! Сегодня я предлагаю продолжить цикл программ о приманках японского бренда Guncraft. В прошлом выпуске, если вы не посмотрели, сделайте это обязательно, ссылка на него будет в описании, я ловил, и причем очень успешно, здоровенных больших щук на тонущий джоинт Клоу 148 мм. Получилось просто шикарно, рыбалка принесла мне гигантское удовольствие, и я постарался своей радостью от таких щук поделиться с вами. Ну а сегодня предлагаю поговорить и половить на воблеры Minnow, которые называются REST. Ну и по ходу ловли, естественно, расскажу об особенностях этих приманок, а фишек в них на самом деле закопано очень много, несмотря на их внешнюю простоту. Погнали! Смотрите, какая классная щука! Практически все поклевки происходят у самого куста. Рез, ты тоже испугался, да? Вот что REST всемогущий делает! Вот обратите внимание, я не зря сюда подъехал, хочу показать вам фактическое место ловли. Вот сейчас водоросли плавают по поверхности, но это только из-за того, что сейчас нет течения. Обычно они под натиском течения стелятся. И вот это самая настоящая классика воблерной рыбалки на средней Волге. Видишь такой куст, найти его даже визуально не проблема, особенно сейчас летом. Подплываешь к нему, встаешь на расстоянии 15-20 метров и точными забросами, а он, как правило, имеет резкую каемку, то есть он заканчивается открытой водой, где можно проводить приманку с открытыми крючками. Забрасываешь под сам куст и начинаешь неспешно твичем отводить приманку от этого куста. Практически все поклевки происходят у самого куста. Ну, либо на каком-то удалении, особенно часто бывает, когда провел, кажется, что все закончилось, вместо ловли дальше открытая вода, поклевок не будет. Но зачастую бывает так, что щука идет за приманкой, не решается ее атаковать, а как только начинаешь быстро его выматывать, чтобы повторить заброс в это же место, происходит либо атака, либо щука приходит с самой лодки. Вы это видели? Я чуть ли в воду не упал. Я не знаю, килограмм пять щука. Еще и в поводок умудрилась долбануть. Офигеть. Рез, ты тоже испугался, да? Наверное, сейчас говорит, эээ, хозяин, меня там сожрать хотели вообще-то. В такой рыбалке много своих нюансов, особенностей. Я постараюсь максимально кратко и понятно, емко их обрисовать. Ну, вот вся рыбалка у меня будет сегодня строиться в основном на таких местах. Ну, а если ветер позволит, то я позже уйду на более открытую акваторию и расскажу вам еще о некоторых нюансах ловли на мину здесь в условиях большой воды. Хорошая. Да что ж ты такая? Ну, по ней. Без течения хоть что ты делай. Есть! Вот они любят около лодки клевать. Прям уже хотел приманку доставать, и она здесь схватила уже. Почти поднял из воды приманку. Все, попрыгала? Иди сюда. А то там и прыгать особо нечему. Такая некрупная щука совсем. А, есть! Ух, как она по злому себе рот-то распорола. Сейчас аккуратно ее буду отцеплять. Ну, так бывает часто. И всегда нужно быть готовым к любой ситуации с поклевкой, когда приманка в воде. Когда приманку изъял из воды, клюнет уже вряд ли. А пока там, может даже и выскочить за приманкой из воды. Как практически эта щука и сделала, уже хотел достать. Все. Пока! Лолю я начал со 128-го Ганкрафт Рест. И почему именно с него? Да он просто сюда подойдет очень оптимальным образом. Большое количество вот этих самых кустов. Вот передо мной очередной из них. И вот как раз из-под него я попытаюсь что-нибудь поймать. Видите, я встал от него совсем недалеко. Вот видно целую кучу водорослей. Делаю короткий заброс под самые кустики. И неспешная проводка. Эта модель медленно всплывающая, поэтому... Есть! Сидит. Ну, наконец-то нормально сожрала. А то все тык да тык, тык да тык. То к лодке прибежит. А это прям вот по-настоящему ударило. Вот она. Ну, иди сюда. Да нет, в траву не надо. В траву не надо. Тихо, тихо. Оп. Есть. Фу. Уговорил все-таки. Течения нет. Крупную рыбу уговорить довольно сложно. Но та, которая прибежала к лодке, в ней было килограммов пять. И она вселила в меня надежду на то, что, возможно, клюнет что-то и покрупнее. Но пока, я думаю, все-таки придется иметь дело вот с такого размера некрупными щучками. Ну, как только дадут течение, я побегу туда, куда надо. Там, где живут большие. Я знаю, где здесь есть место такое. Хорошая рыба, ты смотри. Отличная рыба. Прям неожиданно. Отклюнувшая щука не дала мне досказать. Так вот, модель Ганкрафт Рест 128 является медленно всплывающей. Это не суспендер, а именно медленно всплывающая. И поэтому с слишком долгой паузой не стоит перебарщивать. Но здесь есть другая фишка. При вот такой визуальной рыбалке, когда видишь водоросли и видишь, куда уходит приблизительно приманка, и ощущаешь, что она вот сейчас может упереться в травку или зацепить ее крючками, в этот момент можно дать более долгую паузу, так, чтобы приманка могла подсплыть. То есть вот она подошла к травинке, вы даете ей подсплыть, она подсплывает, и на одном из следующих рывков спокойно перескакивает через нее. А вот как раз под этой травкой может прятаться щука, которая в следующий момент ее атакует. И вот такая проводка на ощущениях, она очень часто помогает по-настоящему ювелирно провести воблер, чтобы привлечь внимание щуки. У меня это во всяком случае выходит очень здорово. Я когда веду приманку, понимаю, чувствую, как она идет, и добиваюсь желаемого эффекта. Какая же она сильная-то, а? Вот она. Чуть не скинула меня. 128-й Рест в моей коллекции занимает особенное место. По той причине, что он довольно сильно отличается от всех остальных крупных Мину. Ну, что такое крупные Мину? Это, в общем-то, Мину длиной от 120-125 мм до 150, который поддается, конечно же, твичинговой проводке. Но в чем особенность Рест? Большинство из тех крупных Мину, которыми я пользуюсь, они изготавливаются в версии SR или MR. Тогда как 128-й Рест за счет большой лопатки можно смело называть MDR моделью, поскольку при прочих равных ее можно загнать спокойно на глубину вплоть до 3 метров. Забрасывая при этом не так далеко, 35-40 метров достаточно, чтобы достичь максимального заглубления этого воблера. И таким образом он очень хорошо дополняет коллекцию SR-ных приманок. Кстати, не стоит путать, Рест еще есть в модификации SL. Та самая приманка со сменными лопатками, которые мы ловили на одном из мелководных водоемов с Вероникой этой весной. И, кстати, очень неплохое видео у нас получилось. Посмотрите, ссылочка будет обязательно в описании. Вот именно модель классический 128-й Рест, она великолепно подходит для этих условий. Ладно, долго разглагольствовать не буду. Конкретное применение. Вот смотрите, передо мной куст. Об этом я уже рассказывал. Куст окружен глубиной 3,32 метра. Соответственно, свободное пространство вокруг него для проводки есть. Что я делаю? Забрасываю приманку под сам куст. Вот она упала, прям под самые водоросли. И начинаю неспешную проводку. Помните, я сказал, что это модификация MDR. Расшифровывается как Medium Deep Runner. То есть средний и глубоководный. И, соответственно, глубина 3 метра в районе кустов. Он набирает довольно быстро максимальную глубину. И за счет этого я могу его проводить... Оп! Есть! В зоне нахождения щуки довольно долгое время. Вот видите, как четко получилось. Попал под куст, провел все на ваших глазах онлайн. Ух ты! Хорошо так выскочило. Так, теперь мне надо давать ей в траву нырять. И вываживать максимально ближе к поверхности. Потому что, судя по всему, там размер неплохой. В траву полезла. Стоять! Не надо туда... Ох ты! Хорошая щука! Хорошая! Так, фрикциончик. Отпускаем, иначе крючки разогнет. За шнур я совсем не переживаю. Потому что он у меня максимально толстый. H2PE. А вот крючки можно разогнуть, если переусердствовать с усилием. Вообще сдаваться не хочет. Так и пытается нырнуть в траву. Но это ее инстинкт. Она знает, что там укрытие. Безопасность. Так, а ну-ка иди сюда. Сейчас я тебе попробую взять. Она, видите, уже перецепилась. У нее изначально приманка была по-другому зацеплена. Сейчас более надежно сидит. Но не хочет сдаваться вообще. Все, 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 сдавайся. Иди сюда. Да что ж ты такая! Есть! Вот она. Ну, отличная, отличная щука. Учитывая то, что сейчас еще и день. Ну, вот видите, о чем я и говорил. Включили течение. И сразу пошла активность. Без течения хоть что ты делай. Она приходит, целует приманку в самом лучшем случае. Так, ну, по ней. И даже ни одним крючком не цепляется. А тут течение дали, и все. Начался клев. Но плюс ко всему, сегодня еще и дует очень сильный ветер. И это тоже хороший фактор клева. Потому что в сильный ветер щука всегда гораздо активнее, чем при его отсутствии. Ну, я думаю, что вы и сами это знаете. Кстати, не только кусты хорошо проявляют себя. Щука любит занимать определенные стратегические позиции. Одним из них является вот этот угол. Дело в том, что здесь бровка идет параллельно берегу. А вот в этом месте конкретно есть вот довольно большой карман. И он довольно глубокий. И вот этот карман, он окаймлен водорослями по всему периметру. Такие места очень любит щука. Я, кстати, всегда говорю о том, что если видите любой угол, будь то стенка камыша или какое-то углубление в берегу, или просто вот такой карман в водорослях, его нужно обязательно пробить. Потому что щука очень любит такие места занимать. И, как правило, достаточно одного-двух, максимум трех забросов, качественных, с хорошей проводкой, для того, чтобы понять, есть там активная щука или нет. Но в большинстве ситуаций, если визуально находишь подобное место, то шанс на то, что получишь поклевку, весьма велик. И опять около лодки. Блин, вообще, вот, не знаю, в этой поездке у меня какое-то странное ощущение глазомерно. Я не могу это объяснить, но мне казалось, что в этой щуке, ну, граммов 600-700. Достал вполне себе нормального рабочего размера щука. Не понимаю, с чем это связано, но вот подтаскиваешь. То же самое у меня было, когда я ловил на свимбейн. Подвожу, ну, смотрю, ну, может быть, полторашечка, двушечка. Беру в руку, а там почти пятак. Вообще прикол какой-то непонятный. Видимо, у меня на фоне тайменей нарушился глазомер, потому что там рыбы огромные, а тут среднего размера щуки кажутся вообще мальками. А в руку берешь, а она нифига себе, еще и нормальная рыба. Очень сильно усилившийся ветер заставил меня уйти с большой воды. И я пришел на подветренную сторону. Вот этот остров защищает меня от мощных порывов ветра. Хотя и здесь порывы ощущаются довольно сильно, но зато нет девятого вала. Волна не такая большая, как на открытой акватории. И что примечательно, здесь место более локальное. Видите, здесь уже растут камыши, есть кувшинка и травяной свал. И глубина уже фоновая полтора-два метра. Поэтому я решил уменьшиться и поставить 108-й рест. Он для этих мест подойдет очень хорошо. Как раз вот для таких локальных рыбалок, где нужно забрасывать на, во-первых, небольшие расстояния, во-вторых, достаточно точно, вот, прочесывая всю акваторию от кувшинки сюда. Это самая настоящая классическая бровочная ловля твичинга. Этим сейчас я и займусь, пока порывы ветра не стихнут. Во всяком случае, надеюсь, что еще удастся застать большую воду без вот этих сумасшедших порывов. Есть! Сиди-сиди-сиди-сиди. Есть, есть, есть. О, тут с такой погодой, конечно, одно из двух. Либо чтоб ветром тебя не сдуло в воду, либо чтоб лодку никуда не унесло. Порывы ветра метров до 20, наверное. А, сошла. Ну и ладно. Первая поклевка на 108-й. Как раз в нужном месте, но не в очень нужную погоду. Что хотелось бы добавить про 108-й Рест. Очень интересная по своей игре приманка. В отличие от 128-го, она имеет, естественно, меньшие габариты. 2 сантиметра разница в длине. Но в объеме, в восприятии объема этих приманок прям значительное отличие. Видно, что 108-й гораздо более компактный. Ну и, конечно, компактность, меньшие габариты делает эту приманку, ну, очень юркой. При твичинге, хаотичном, резком, с остановками, при любом варианте, он играет очень красиво и шныряет от стороны в сторону прям вот как в самый настоящий малек. И проводя его вдоль бровки, вот это те самые условия, где он раскрывает свой потенциал в самой высокой мере. Поэтому, в общем-то, я его здесь и поставил и целенаправленно шел в это место по характеристикам глубины, по растительности. Все идеально именно для 108-го Реста. Есть! В траву хочет забуриться, не ходи туда, иди сюда! Не дам я тебе туда нырнуть, иди сюда! Фух, какая же она сильная-то, а! Там просто травы очень много под низом, и она вот всеми силами пытается нырнуть туда. Не надо туда, иди сюда! Сейчас я просто с двумя килограммами травы еще буду вытаскивать. Нет, не дал ей туда нырнуть. Вот она! Ох ты, так еще и рыба неплохая. Так что фрикцион надо отпускать. Вот она. Сейчас прыгать будет. Ох, красиво! Либо она меня туда утащит, либо ветер меня сейчас дует. Все. Хотел схватить, но она прыгнула. Все, иди сюда. Ох, есть! Ну, ничего, хорошая щучка. 2 плюс. Отлично атаковала. Конечно, на большой воде со 128 шансов поймать более крупную трофейную рыбу было бы гораздо больше, но сейчас, видите, погода не располагает к тому, чтобы туда идти. Но, с другой стороны, утро вечера мудренее, завтра с утра, надеюсь, ветер будет послабее, выйду на большую воду. А пока день завершу здесь, на этой косе, со 108-м рестом. И, в общем-то, меня устраивает, если такие щучки будут клевать побольше, поменьше. Все равно это азартно, интересно и кайфово. Куст. Об этом я уже рассказывал. Траву не надо. Я знаю, где здесь есть место такое. А, сошла. Пошла, 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 пошла. Знаете, в чем суть тактики ловли? Элементарно. В том, чтобы сократить время между поклевками. И вот, вы знаете, мне кажется, тактически сегодня использование более мелкой приманки 108-го размера оказывается даже более оправданной, несмотря на то, что я нахожусь все-таки на Волге, но на 108-й поклевки происходят существенно чаще. Да, может быть, я нашел более высокую концентрацию конкретно в этом месте, но факт остается фактом. Посмотрим, сколько я еще успею поймать щук на вот этой дистанции до того момента, как солнце опустится к деревьям. Есть! Ух ты! Стой! Чуть не скинула меня. Ты смотри, к вечеру, как хорошо вылезла она на эту бровочку. В траву лезет. А-а-а! Слышите, как шнур прям свистит по траве. Куда ты? Иди сюда. Все, села. Но я могу позволить себе сделать вот так. Пошла, 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 пошла. Шнур-то двушка, поэтому никакая трава вообще не страшна. Ух ты! Хорошая рыба! Ты смотри! Отличная рыба! Прям неожиданно! Шикарно! Я и думаю, что она так резко в траву пошла? Обычно таких там в районе двушки без проблем удерживаешь, а эта прям так ныряет со знанием дела, массой давит. А там ведь действительно масса присутствует. хорошая рыбка. Да знаю, знаю, что сейчас говорите. Без подсака приехал. Да, я никогда подсаком не пользуюсь. Мне лучше рыбу взять рукой. И мне очень нравится, как она бьется в подсаке, рвет свои плавники. Некрасивая потом уплывает. Лучше уж вот так ее взять аккуратненько. И все. Так. Ух ты! Какая-то необхватная прям. Так, двушку открою. И как тебя взять лучше? Так, аккуратно. Да, ее только вот так можно взять. Смотрите, какая классная щука. Но приманка у нее на роже, конечно, выглядит вообще, как какая-то фантастически детская. Хорошая щука. Я думаю, килограмма под 4. Ну, доволен. Сегодняшний день хоть и жутко ветреный, но сами видите, рыба клюет, твичинг работает. И ресты, что 128, что 108, приносят довольно-таки неплохие трофеи, учитывая, что на хорошие точки, на большой воде, ветер, ну, никак не позволяет выйти. Есть! Ну, вот она прям у лодки клюнула. Не знаю, либо она преследовала приманку, либо где-то здесь стояла под затопленным кустом, потому что уже прям близко. Кстати, фишка сегодняшнего дня. Щуки клюют около лодки. Ну, и тоже такая неплохая. Вот она. Не хочет подниматься. А прыгать будем? Давай, прыжок, нет? Тихо. Есть! Ух, тоже неплохая щучка. Смотрите, сегодня вполне в хорошем размере щуки держатся у водорослей. И на твич таких рыб, конечно, половить это кайф. Знаете, вот этот дерг-дерг, дерг-дерг, и в каждый раз ждешь. Вот сейчас, вот сейчас. А потом расслабишься, ну, как даст! И сейчас вот как раз тот момент, когда все произошло на коротке. Вот, прям 5 метров от лодки она клюнула, когда проводка фактически уже завершена. Я уже сказал, что фишка сегодняшнего дня все рыбы клюют у лодки. И вот это как раз тоже не стало исключением. Все, солнце уходит на запад, а я иду на базу. Завтра продолжим. Не знаю, как сложится рыбалка, потому что это всегда импровизация с рыбой. Договориться невозможно. Но я очень надеюсь, что сумею вас порадовать и хорошими трофеями, и полезной информацией. Наконец, ветерок на утро подстег. Все равно остается, но уже не такой сильный, как был накануне. И я могу выйти на большую воду. Здесь есть классные места. Вот, например, тут русло Волги граничит с очень большим четырехметровым поливом, на котором вот так, то тут, то там торчат коряшки. И местами дно покрыто ракушечником. Такие места щука очень любит, потому что сюда выходит куча разной бели кормится. Ну и, соответственно, щука тоже здесь пасется и высматривает того, кто зазевается. Конечно, акватория очень большая, поэтому самая эффективная тактика ловли здесь летом при теплой воде именно активной рыбы это скоростная проводка. Причем здесь хочу заметить, что далеко не каждый воблер-минус способен удержаться при скоростной проводке и не сбиться со своей заданной работы. Это, в принципе, считанные единицы. А уж из тех, которые обладают степенью заглубления, обозначенной MDR, то есть средне-глубоководные, такие как Ганкрафт Рез-128, такой, в принципе, он у меня один, Рез-128. То есть вот в таких местах, где фоновая глубина как раз в районе 4 метров, он подходит идеально. Принцип ловли прост. Делаю максимально дальний заброс. Летит, 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 летит. Вот только упало, наверное, метров 55-60. И начинаю вот такую проводку. Вершинку спиннинга опускаю вниз и просто быстро вращаю. После 7-8 оборотов пауза. Потом снова быстро вращаю. Потом снова пауза. И снова пауза. Вот в таком варианте и делаю проводку. Что здесь примечательно? Да, с виду может показаться, что это я занимаюсь какой-то фигней и не может это сработать никак, тем более на такой большой акватории. Но, уверяю вас, это совершенно не так. Да, проводка длится очень мало времени, но в этом и плюс. Если рыба активна, на быструю проводку она реагирует моментально. Потому что, ну, кто в воде будет быстро двигаться? Тот, кто либо подранен, либо кем-то испуган. А раз он испуган, значит, его можно догнать и съесть. У щуки инстинкт работает именно так. Поэтому, когда не работает медленный твич, включается быстрая проводка. Кстати, помните, вчера у меня был момент, когда я ловил твичингом, выматывал приманку, и щука прибежала прямо к самой лодке. Вывернулась два раза, пыталась атаковать приманку прямо под лодкой. И я ее особо и не смущал своим присутствием. Так вот, это как раз-таки и говорит о том, что на скоростные проводки в теплое время она зачастую реагирует гораздо лучше, чем на классический твичинг. И это необходимо использовать на своей практике. Поэтому такая проводка, когда у вас твичинг не работает, меняйте на скоростную проводку с различными вариантами. Это может быть и просто прямая проводка, и стоп-эн-гоу с очень быстрыми подмотками. Самое главное дать быстрое ускорение приманки. и это по-настоящему круто работает. Ну, а теперь попробую поймать. Есть! Куда пошла стоять? Прям как будто бы из-под травы размер. Все. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я что-то лучше я рукой возьму. Ну вот, начало положено. Быстрая проводка в действии. И, заметьте, никакого твича. Сидит. По-моему, что-то очень даже солидное. Сейчас посмотрим. Офигеть! Офигеть! Ну, вы этого не видите, я вижу. Килограмм 8, наверное. Вот это ужас! Ну, не сойди только, пожалуйста. Прошу тебя. Не получится ее так быстро уговорить подплыть к лодке, чтобы взял в руку, поэтому наберитесь терпения. Сейчас я ее немножечко вымотаю, и все будет хорошо. Офигеть! Там, да, килограмм 8. Да что ж ты, а! Вообще, никак не хочет сдаваться. Вот что Рез всемогущий делает! Иди сюда! Да, нет, там, по-моему, вся десятка. Еле угомонил. Рыба, конечно, здоровенная. Сейчас попробую ее взять. Есть! Взял! Тише, тише, тише! Ох! Ох! Вот это кайф! Слушайте, ну, такие, на самом деле, клюют далеко не каждый день, и этот день надо запомнить. На скоростной проводке на 128-й воблер Рест клюнуло вот это замечательно шикарнейшая здоровая щука. Точный вес вам не скажу, я рыб не взвешиваю, но на вскидку 8 плюс точно, больше 8 килограммов. Шикарная щука. Супер! Ну что, на этом будем прощаться. Обязательно ловите воблерами Минноу, Рест вам в помощь 108-й, 128-й, Твичинг, Стоп-н-гоу, прямая быстрая проводка, все работает, доказано. Отличной рыбалки! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова